Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах! Продолжаем работать с текстами пророчеств. Сегодня это будут тексты Нового Завета. Поговорим мы о Благой Вести Мессии Иисуса Христа. И мне бы хотелось начать с того, что это учение не Его, а пославшего Его Отца. Это очень важная деталь для понимания того, кто является Отцом, а кто является Сыном. И Отцом является по текстам Евангелия Творец Неба и Земли, Бог Израилев. Это для тех людей, которые не воспринимают Богдуховенные тексты Ветхого Завета. Итак, Иисус четко обозначил, мое учение не мое, но пославшего Меня, и заявил, я не отменил законы пророков, я пришел исполнить. И, конечно же, важной составляющей учения Христа было учение о законе. О законе Бога, которое преподнесено в качестве новаторской такой интерпретации, поскольку он через притчи разъяснял это учение несколько иным путем, нежели предыдущие пророки. Но мне бы хотелось поговорить о другом. Мне бы хотелось найти в его словах информацию о системе мироздания. И если люди предыдущих веков не понимали, о чем говорит Мессия Иисус Христос, а его знания, понятно, были более объемными, нежели тех людей, которые его окружали, то мы, имея тот спектр знаний о мироздании и о человеке на сегодняшний момент, который есть у нас, можем понять его философские мысли в этом направлении для того, чтобы откорректировать собственные знания. Давайте начнем с понятия Дух Святой. Я вам говорила, что в текстах Ветхого Завета оно тоже присутствует и обозначен Дух Святой как премудрость Божия, а вот в текстах Нового Завета это понятие преподнесено двояко. С одной стороны, Бог есть Дух, о чем заявляет Мессия Иисус Христос, с другой стороны, Дух Святой от Отца исходит. Как это так? Что должны понять мы, люди 21 века, из этих двух фраз? Должны мы понять, в первую очередь, то, что если есть такие понятия, значит, есть такая материя. Духовная материя, которая является невидимой частью бытия. Всё, что существует в этом мире как понятие, является либо материей, либо её проявлением, то есть её свойствами. И если мы констатируем факт, что есть Бог, значит, мы должны понимать, что Он материален. Если мы констатируем факт о том, что есть Дух Святой, значит, мы должны понимать, что существует такое понятие во Вселенной, а значит, Дух тоже материален. И это факт. Другое дело, что материя, материи, рознь. И не случайно у нас есть градация в текстах по поводу того, что есть плоть, есть тело душевное, а есть тело духовное. А значит, мы имеем двойную природу. Поскольку в нас есть проявление материи физического плана и есть проявление материи духовного плана. И то, и другое. Чего мы не можем сказать о Боге и о Духе Святом. Ибо это высшая материя. Но эта высшая материя присутствует в нас. Ибо Иисус говорит, я в отце, а отец во мне. А вы в нас. Мы едины. То есть, это вот единая система, которая объединяет два типа многофункциональных материй. Но эти материи существенно отличаются по своим свойствам. Материя физического плана. Это материя смертная или тленная. Материя, которая подвергается разрушению и преобразованию в дальнейшем. Материя духовного мира, она нетленная, бессмертная. И значит, ее продолжительность бесконечна. И смотрите, как интересно. Энергия является свойством материи. И если для того, чтобы существовала физическая материя, требуется энергия, которая вырабатывается посредством поглощения других энергий, потому что мы кушаем пищу, посредством метаболистических процессов, процессов, которые происходят в организме, и, помимо этого, физическая плоть систематически подпитывается духовной энергией. То есть, энергией духовной материи. То есть, сама по себе, вот эта материя, материя физического плана, существовать не может. Ибо на собственной метаболистической энергии организм не существует. Есть еще разные виды энергии, которые влияют на нашу физическую плоть. О них мы поговорим отдельно. Нас интересует сейчас другой вид материи. Обратите внимание. Это материя бессмертная. И она тоже обладает энергетическим потенциалом. То есть, энергией. Эта энергия контролирует все процессы, которые происходят в нашем проявленном физическом мире. А также и процессы, которые происходят в духовном мире. Ну, а теперь давайте вернемся к фразе «Бог есть дух» и «дух святой от Отца исходит». Я вам уже разъясняла, что Бог – это личность. И мы сотворены в Его образе. То есть, внешне мы на Него похожи. И Иисус доказывает этой фразой, что вы видите меня уже так долго и никак не можете понять, что я похож на Отца. Тот, кто видел меня, тот видел Отца. Отец также молод, красив, и мы имеем Его образ. Но есть существенное «но». Бог есть дух. Потому что Он имеет тело. Он-то антропологичен. У него есть руки, голова, ноги. Абсолютно все, что есть у человека. Но его тело состоит из духовной материи. Из бессмертной материи. И есть еще одно очень интересное уточнение. Когда Он приходит к ученикам после Своего воскрешения, то пытается всем доказать, что это Он, а не кто-то, явившийся вместо Него. И оглашает такую фразу. Это Я. Дух плоти и костей не имеет. А значит, для ангельской природы, а Бог у нас, кстати, в текстах Ветхого Завета, иногда преподносится как ангел Господень. Значит, для ангельской природы не нужен опорно-двигательный аппарат. Это несколько другие тела. И об этом же говорят тексты, рассказывающие про ангела. Что это совершенно другая природа тел. Иисус нам говорит, вы будете как ангелы на небесах. То есть вы будете иметь такие же эволюционные наработки или такие же эволюционные новшества, как ангелы на небесах. Это не значит, что вас отправят на небеса. Но, дорогие мои, если вы созданы для земли и ваши души живут на земле, вы должны понимать, что это особая честь. Мы с вами читали тексты древних рукописей. И я вам говорила о том, что ангелы не имеют тел плотной природы. Они бесплотны. Но это материя духовного типа. Бессмертная материя. И есть очень интересная информация в текстах бытия о том, что на земле в момент сотворения человека, который, кстати, был сотворен бессмертным. Это он позднее получил физическую плоть, которая стала тленной. А изначально он был бессмертным. Так вот, сыны Божии, имеющие плоть, были бессмертными. Но за то, что они стали совокупляться с дочерями человеческими, они потеряли этот бесценный дар. А что же они могли потерять? Какие особенности? Вот об этом Мессия Иисус тоже говорил. И не просто говорил. Он еще это и показывал на собственном примере. Ну, во-первых, Он воскрес. И заявлял о смерти достаточно интересно, что смерть есть сон. А значит, организм нетленной плоти, бессмертной плоти может самовосстанавливаться. То есть, систематически регенерировать. Это организм, который не стареет. В нем достаточно духовной энергии для того, чтобы он постоянно был молодым. В этом кроется причина, почему не узнавали Христа после Его воскрешения. Просто-напросто произошло параллельное омоложение. И ему приходилось доказывать то, что это он посредством раны, которая была умышленно оставлена для доказательства и посредством преломления хлеба. Поскольку внешне он изменился. Следующее очень интересное свойство его организма после воскрешения, это то, что он мог очень быстро передвигаться. То есть, речь идет о телепортации. Помимо этого, когда он появился среди учеников, он прошел сквозь стены. Потому что дверь была заперта. А значит, это способность тонкой материи или вот этих вот уникальных нетленных тел проходить через любую плотную материю. Еще одно свойство нетленного организма или нетленного тела, которое он продемонстрировал, это вознесение. Он воспарил. Воспарил в небеса. То есть, тело может становиться настолько легким, что справляется с притяжением земли. То есть, меняется гравитация. Помимо этого, очень интересная информация о том, что придя к своим ученикам, он попросил их приготовить ему рыбу и изволил покушать меда. Значит, те нетленные тела, которые обещает нам Бог, они не лишены чувственной природы. Сколько пищи, это все-таки определенные желания, вкусовые качества. И самое интересное, конечно же, многих беспокоит наличие репродуктивных органов. У сынов Божьих в момент сотворения человека на планете Земля были эти органы, и они умудрились создать гибридов человечества. Значит, антропологически мы от них не отличаемся. Что еще интересного пытается нам рассказать о наших будущих телах Мессии Иисус Христос? В частности, если мы вспомним, как апостол Павел стал апостолом, то понимаем, что скорее всего, когда он увидел Христа, то ему были даны способности ясновидения, яснослышания, а Иисус смог передать информацию на расстоянии. Значит, это те наши возможности, которые у нас есть в наличии, и которые будут запущены в момент воскрешения. Яснослышание, ясновидение и передача мыслей на расстояние. Но смотрите, как интересно, когда Иисус еще не воскрес, он тоже обладал уникальными способностями своего организма, и эти уникальные способности, они проявлялись посредством присутствия. И вот эта божественность, она присутствовала в нем до воскрешения, в той тленной плоти, которая была. Вспомните, как он ходил по поверхности воды. О чем это говорит? О том, что, скорее всего, силой мысли, в первую очередь, мы можем делать свои тела более легкими. Помимо этого, вспоминайте, как он накормил рыбой и хлебами множество человек. Значит, люди, которые имеют полноту Духа Святого, способны дублировать или как бы размножать необходимую физическую материю с определенными свойствами в нужном количестве. Если это действительно так, то в будущем у человечества не будет проблем с едой. И по этому принципу, скорее всего, появлялась манна в пустыне и перепела в нужный момент. Ну и, наконец, главная способность Мессии Иисуса Христа состояла в том, что он умел оздоравливать, излечивать, воскрешать других людей. Причем даже на расстоянии. Этими уникальными свойствами будет обладать человечество будущего. Вы скажете, а зачем нам это уметь, если мы воскреснем и будем бессмертными? О том, что в третьей книге Ездры говорится о том, что воскрешение будет поэтапным. А значит, нам понадобятся эти способности. Кроме этого, если вы обратитесь к текстам Корана, есть очень интересные аяты о том, что якобы наступит момент, когда будет видна аура человека. То есть верующие и неверующие будут отличаться друг от друга. И вот эти самые неверующие будут просить света у верующих. О чем говорит светящаяся аура? Ведь на сегодняшний момент не все люди видят ауру. Есть, конечно, люди со сверхспособностями. Это говорит о том, что, во-первых, изменятся возможности зрительного аппарата. А что такое аура? Аура – это наши тонкие тела, наши духовные тела. И если они видны, то, значит, это является доказательством того, что Дух Святой или Дух является материей. И свечение этой материи описывается неоднократно в Богодуховенных текстах. И в Откровении Иоанна Богослова при описании престола Божьего и при описании самого Вседержителя. И в текстах Ветхого Завета, когда Моисей видит славу Божью со спины. И когда народ Израиля видит Господа Бога Вседержителя в свете, это тоже доказывает то, что духовная составляющая или то божественное, что в нас присутствует, то, что является основополагающей нашего бытия, является материей. И эта материя обладает свойствами, подобными той материи физического мира, которую мы видим визуально. а эта материя, которую мы видим, обладает звуком, светом, цветом и многими другими параметрами. мы с вами выяснили, что Дух есть материя. Зарождение образа, то есть зарождение мысли, в первую очередь Бога, а также и нашей мысли происходит на уровне духовной материи. А значит, мысль материальна. На этом все. Всего вам доброго. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok